Добрый день! В эфире Ирявонг ТВ. У нас в гостях политолог, директор Центра Европейско-Азиатских Исследований Андрей Геннадьевич Русаков. Добрый день, Андрей Геннадьевич! Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. Вам спасибо за приглашение. Андрей Геннадьевич, 2021 год подходит уже к концу и интересно уже прогнозы сделать на 2022 год. Каким он видится? Какие тенденции в глобальной политике вы видите? Ну, весь мир и Армения, и Российской Федерации не являются исключением. Мы живем в очень необычное время, которое называется, как система коронавирусной инфекции, как это угодно можно назвать. Потому что, в принципе, мы не ожидали, что мы попадем в такую ситуацию социально-экономического кризиса и социально-экономических вызовов, которыми столкнулись все страны, в том числе, я повторюсь, и Армения, Российская Федерация. Вы знаете, было закрытие границ, локдауны, система здравоохранения столкнулась с колоссальной нагрузкой по лечению больных, людей, которые заражались коронавирусом, профилактическими мерами. И, конечно, все органы власти столкнулись с большими-большими вызовами. Следствием этого, естественно, явилось и падение темпов экономического роста, и падение доходов граждан. В некоторых случаях, потому что их принуждали вообще не работать, вы знаете, сферу услуг и так далее, и так далее. Поэтому я полагаю, что, наверное, ближайший год это восстановление темпов, восстановление вот той нормальной жизни, которая у нас была. Конечно, жизнь не меняет, мы сталкиваемся с большими вызовами, это климатические изменения, температура земли быстро растет. И по этому поводу климатический саммит, в котором принимали участие многие страны, в том числе Российская Федерация и Китай, дистанционно в онлайн-режиме и так далее. Все понимают эти стоящие перед миром вызовы. Понятное дело, что очень много различного плана событий на постсоветском пространстве или близко к постсоветскому пространству, в частности, события в Афганистане. И это угрозы, связанные с проникновением боевиков, террористов, наркотиков на постсоветское пространство через территорию Таджикистана. Это, пожалуй, главное. Ну и все остальные, достаточно год был турбулентным на постсоветском пространстве, если мы поговорим про него. Потому что наш центр больше занимается как раз постсоветским пространством и внутриполитическими интеграционными процессами на нем. Были выборы в Грузию до сих пор, там внутриполитическая ситуация очень сложная. Вы знаете, были выборы в Белоруссии и так далее, и так далее. Да и здесь, в Армении, тоже не без этого происходило. Здесь тоже, к сожалению, в общем-то, вот в это сложное время социально-экономическое произошел конфликт в Нагорном Карабахе с участием вовлечении Азербайджана и Армении. И это, конечно, тоже является колоссальной проблемой и вызовом для современного времени. Ну вот, говоря о постсоветском пространстве, а еще конкретнее о Евразийском экономическом союзе, как вам видится, какие тенденции развития ожидаются? Сейчас вот идет речь о новых наблюдателях в этом союзе. Недавно Назарбаев предложил Азербайджан в качестве наблюдателя, также вот Узбекистан в качестве наблюдателя. То есть, будут ли включены эти страны в этот союз и получится ли эффективное взаимодействие внутри этого союза? Ну, вы знаете, что сама по себе идея Евразийского экономического союза была основана на том, чтобы нужно было получить примерно общий рынок около 200 миллионов человек, больше 200 миллионов человек, чтобы создать такие внутренние таможенные и иные регулятивные границы, чтобы вот этот рынок предлагался как единое целое. В этих условиях производитель, который захочет зайти на этот рынок, будет скорее, мягко подбирая так слова, обречен не привозить готовые товары, а делать инвестиции. И примерно вот такое критическое число, там предполагалось, что войдет Украина, но она уже, понятно, не войдет и так далее. То есть, возник общий рынок из пяти стран. Это Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Российская Федерация в первоначальном объеме с общим рынком 182 миллиона потребителей. Цифра очень хорошая, да, со свободным вложением трудовых ресурсов, капитала, рынка товаров и услуг. Когда страна получает статус наблюдателя, там Узбекистан это не единственный, кстати, наблюдатель, там еще в статусе наблюдателя находится Молдова, да, то есть статус наблюдателя находится Куба, да, статус наблюдателя находится Узбекистан, вы совершенно правы. Конечно, чаще всего статус наблюдателя рассматривается как потенциальное членство. Но я был в Узбекистане недавно наблюдателем на выборах президента Узбекистана, это были недавние, да, электоральные события буквально месяц назад. Там рассматривается вопрос о вхождении, да, то есть, конечно, вхождение Узбекистана, это очень важный был бы элемент, но пока политического решения нет. Пока мы имеем дело в статус-кво, то, что есть пять стран, потому что наблюдатель может только рассматривать свое участие, но он не имеет возможности принимать политические решения о вхождении, так сказать, каких-то товаров либо услуг. Этот рынок рассматривается, он его принимает во внимание, но он не голосует по каким-то элементам. Войти могут, конечно, да, повторюсь, что, конечно, чаще всего рассматривается наблюдатель как потенциальный член. Насчет Азербайджана мне сказать сложно, насколько я понимаю, пока даже запросов от Азербайджана не было на вхождение, будет ли он там входить или нет. Там были причины, в общем-то, более такого глобального порядка, связанные с как раз Нагорно-Карабахским конфликтом, почему Азербайджан не входил. Поэтому тенденции развития, мне сказать, сложно. Более того, там ведь, в общем-то, все любые решения принимаются в Евразийском экономическом союзе консенсусом. Давайте про это тоже не забывать. Россия специально пошла на такой шаг, потому что любое решение, в том числе очи в наступлении, должно приниматься в полном количестве голосов. То есть, если кто-то один против, решение не принимается. Хотя, понятно, что экономики несопоставимы по экономическому весу, но решения в Евразийском экономическом союзе, они принимаются консенсусом, кстати, как и в ВДКБ. Вот, и чьим членом тоже является Армения. Поэтому, несложно пока сказать. Да, конечно бы хотелось, чтобы такие страны, первую голову, которые уже являются наблюдателями, это в данной ситуации Молдавия и Узбекистан, вошли. Это было бы укрепило Российский, Евразийский экономический союз, конечно же, да. Но поживем, увидим. Я понимаю, что пока есть решение, Узбекистан рассматривает вопрос, рассматривает так, чтобы не было ущерба для его базовых отраслей промышленности. Вот. Пока, насколько я понимаю, окончательного решения нет. Но и ости ждут, да, что они войдут. Будем надеяться, что это состоится. Вот, говоря о более конкретно нашем регионе, уже принято решение в Сочи и потом уже в Брюсселе на саммите, что будет открыта железная дорога через Армению, которая будет соединять Азербайджан и Нахаджаван. Изменит ли это ситуацию в нашем регионе? Как это повлияет? Ну, вы знаете, что вообще, в принципе, рассмотрение решения конфликтов между Арменией и Азербайджаном, оно рассматривается во многом через общеэкономическое сотрудничество. Вообще, вот, внимание к любым транспортным коридорам, да, вот, даже безотносительно данной железной дороги, оно очень высокое, потому что транспортные коридоры обеспечивают свободное прохождение товаров и услуг. И, естественно, если вы получаете транспортный коридор, да, например, сколько бы больше товаров продавалось, если бы было прямое дорожное сообщение из Армении в Россию? Насколько бы выросло, да, предложение товаров и услуг армянских производителей? Мне, конечно, предсказать сложно, но, я думаю, выросло бы на порядке. Да, потому что сейчас вы что-то доставить не можете, потому что идет, так сказать, через Грузию не особо дружественную, да, мягко говоря, страну по отношению к существу России, да, через транспортные коридоры, которые затруднены сейчас, да, и так далее. Поэтому, конечно, наверное, вот вообще вопросы транспортных коридоров, они являются очень важными. Не только в контексте вот данных вопросов, да, там Армении, Азербайджан, это касается вот коридоров вообще континентальных, это север-юг и восток-запад. Вот инициатором всех этих транспортных коридоров во многом является Китай, да, со своей инициативой шелкового пути, а вот экономического пояса шелкового пути. И, понятное дело, что вот это очень важно, конечно. Как это конкретно будет претворено в жизнь здесь, мне сказать пока сложно, потому что когда мы видим окончательный проект этой железной дороги и транспортных коммуникаций, я думаю, что специалисты скажут более весомое, да, свое слово. Я, конечно, полагаю, что необходимо, во-первых, решить здесь как бы таможенные всяческие вопросы, да, потому что все-таки Армения это член Евразийского экономического союза, да, Иран, кстати, рассматривается как участник зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Я полагаю, что конец потенциальный, это важный вопрос, я думаю, что он скажется на тэпах экономического роста, скажем так, на экономическом развитии Армении в данной ситуации, потому что армянские производители получат более широкий доступ на рынки, это просто объективно. Какие дальнейшие пути, да, это будет, ну, скажем, вызовет, да, я думаю, что только позитивные изменения, если это действительно будет создано. Но я повторю, что здесь очень много вопросов связано с безопасностью, в том числе Армении, с таможней, да, со всеми иными вариантами, поэтому с понятием суверенитета и так далее, и так далее, эти вопросы тоже предстоит решить, они не очень легкие. Но потенциально, думаю, выиграть от этого могут все. Вот вы сказали, что это даст Армении открытие коридоров, возможности более активно, да, поставлять свою продукцию в Россию. Интересно, а как вы оцениваете уровень взаимодействия Армении с Россией на уровне регионов, допустим? Я понимаю, у нас некоторые российские регионы там больше, чем сама по себе республика Армения, их можно рассматривать в контексте отдельной страны. Вот наш центр располагается в городе Екатеринбурге, это, ну, в каком-то понимании, как воспринимается некая столица, да, столица Урала, во всяком случае, среднего, большим городом, а общая численность жителей региона 4 миллиона 200 тысяч человек. Вот, то есть, опять же, здесь надо делать некую такую, знаете, поправку на ковидное время. Вот, предыдущее правительство, вот, во главе с Кареном Карпетяном, да, сделало очень важное решение, когда оно допустило российских граждан на территорию Армении по внутрироссийским паспортам. Это существенно, есть понятие туристических услуг, да, и туристического рынка. Армения моментально стала популярным туристическим местом в Российской Федерации, и у нас летают, сейчас начали снова, кстати, летать самолеты, пока два рейса в неделю. Из Екатеринбурга прямые их было больше, по-моему, не изменяет память, 4 или 5 рейсов в неделю, да, большими самолетами, и это даже вот на бытовом уровне было видно, сколько людей выбирали для себя местом проведения своего отпуска, праздничных выходных дней Армению, да, и сколько денег они здесь составляли, в общем-то, здесь стимулировали развитие рынка услуг, гостиничного бизнеса и так далее. Люди ездили на горных лыжах и тому подобное, что там Армения прекрасная страна по своей туристической инфраструктуре и, ну, грубо говоря, любому другому, да, виду туризму, познавательному и тому подобному, гастрономическому, вот. И это потенциал огромен, да, потому что, понятное дело, что любые отношения не исчерпываются Москвой или федеральным центром. Очень много регионов, это экономически самодостаточные во многом регионы, и в этом смысле, вот, я приезжаю в командировки в Армении, здесь встречал очень много своих соотечественников, которые приезжали вот здесь на улицах, гуляли, отдыхали и так далее, вот. Поэтому я полагаю, что как только мы вот все вот эти вот коронавирусные ограничения пройдем, я думаю, что рынок туристических услуг, он вернется, это тоже услуги, да, это тоже доходы, да, и многие люди, российские, подданные, хотят провести свой отпуск и отдохнуть в Армении, вот. И это тоже очень важно. Понятное дело, что региональное сотрудничество, оно не исчерпывается только туристическими услугами, очень высока доля образовательных услуг, да, многие приезжают учиться и туда, и туда, то есть из России в Армению, в основном магистранты, кто изучает Кавказ, да. Много армянских студентов, которые учили, получали образование, до сих пор это есть. К сожалению, опять же, повторюсь, есть ограничители и меры, связанные с ковидом, но я полагаю, что эта общая работа на постсоветском пространстве, кстати, наша совместная, по преодолению этих последствий приведет к плюсам. Ну, я уже не хочу говорить о том, что я уже сказал, да, о том, что, понятное дело, что открытие транспортных коридоров и, наверное, снятие большого количества ограничений приведет к увеличению доли продукции армянских производителей. Следующий момент, который мне хотелось бы все-таки отметить, это то, что в Екатеринбурге есть ежегодная промышленная выставка общероссийская, все-таки имеющая статус международный, который называется Иннопром, где собирается вся промышленная элита, даже, я бы сказал, мира, да, вот, то есть в базах в рамках Иннопрома проходит российско-китайский форум ежегодный, и каждый раз на этом Иннопроме приезжает делегация Армении из армянской политики, армянские бизнесмены. Это средний и малый бизнес, который очень такой существенный, различного плана связи. Вот, у нас работает почетное консульство в Армении, вот, в данном моменте, да, это российский гражданин, господин там, Нарек Спартакян, да, почетное консульство, почетное консульство открыто и в других регионах, в других областях Уральского федерального округа. Эти отношения в любом случае развиваются. Кстати, хочу сказать, да, что в 2023 году в Екатеринбурге пройдет универсиада Семирная, и там тоже все ждут команду из Армении. Очень интересно. Вы знаете, что в Армении есть движение, которое выступает за вступление Армению в союзное государство, Россия-Беларусь. Как вы относитесь к этой идее? Ну, я могу сказать, что уровень интеграции России и Армении уже очень высок. Я даже, может быть, могу предположить, что, наверное, может быть, даже выше, чем существующая интеграция между Россией и Беларусью. Здесь очень много российского бизнеса, да, и уже в рамках Евразийского экономического союза, может быть, де-факто, можно сказать, что интегративные связи, они, может быть, даже значительно выше экономически, может быть, да, или сравнимы с отношениями России и Беларуси. Ну, я могу относиться к этому волеизъявлению самого, наверное, да, государства. Я полагаю, что если, так сказать, будет какое-то обращение политического плана о вступлении в союзное государство, оно может быть рассмотрено, и, так сказать, любые интеграции в нашем пространстве может только приветствоваться, я могу сказать, потому что Армения и так уже интегративна во многих проектах с Россией, в базовых, это Евразийский экономический союз, это экономическое объединение, да, я никаким образом не хочу сказать, что оно политическое, и военно-политическое объединение – это Организация договора коллективной безопасности, где шесть постсоветских стран. И если, как бы, вот мы будем рассматривать примеры кейса, это дело, конечно, экспертного обсуждения и волеизъявления армянского народа, ну, наверное, любая степень интеграции может только приветствоваться. – Говоря об интеграции, сейчас возникла новая платформа 3плюс3, на днях произошло первое заседание, насколько она эффективна, на ваш взгляд, и какие вопросы она будет решать? – Чтобы мы с вами сказали ее эффективность, мы, наверное, должны посмотреть, вот, как совершившиеся какие-то факты, принятые решения, которые имплементированы, введены в политическую практику, да, мы посовещались, и вот это что-то… – Перспективно, да, неэффективно. – Перспективно любые договорные площадки, наверное, это хорошо, особенно в таких сложных, откровенно сложных конфликтах, которые касаются, в частности, вот в Карабаха, да, и вообще Кавказа. Там конфликт не исчерпывается, да, то есть я могу сказать, что, видите, с точки зрения, если мы Россия Южного Кавказа, то у нас там вообще-то больше государств, чем формат 3плюс3. Вы знаете, что Российской Федерации признана такое государство, как Южная Осетия и Абхазия, давайте про это не забывать. И если мы говорим о формате вообще Кавказа, то в данной ситуации Крузия, кстати, не участвовала, как я понимаю, да, она приглашалась, но ее формат пока лично мне не ясен, да, будет она или нет. Поэтому, на мой взгляд, и мнение таких государств, как Южная Осетия и Абхазия тоже должно быть учтено каким-то образом, да, вот, потому что такие же государства Южного Кавказа признаны Российской Федерацией на данный момент. Ну, даже безотносительно этого, я считаю, что, наверное, какие-то договорные усилия, да, вот, коммуникационные, договорные, наверное, их надо только приветствовать. Я просто не могу сказать об эффективности этих вещей, пока нет конкретной политической практики. Я могу сказать, что да, любая попытка наладить какой-то коммуникационный процесс и привести его к мирным переговорам, да, все-таки лучше, чтобы пушки молчали, а, так сказать, люди, в общем-то, что-то созидали и делали, это всегда лучше, куда мир лучше доброй ссоры, я бы так сказал. Чем мы, если эта площадка будет этому способствовать, да, если мы не будем видеть, так сказать, военных провокаций, да, стрельбы и всего другого, я только за. Пусть это будет, я думаю, что никто, ни один мировой политик не скажет, что, так сказать, да, давайте не будем разговаривать. Вы знаете, что президент России Владимир Путин после встречи Пашиняна и Алиева в Сочи только приветствовал их общение в рамках саммита восточного партнерства, где была встреча, опять же, Алиева и Пашиняна. То есть, чем они больше общаются, чем они больше излагают друг к другу какие-то проблемы, свои озабоченности и способы их решения, тем лучше. Если эта коммуникационная площадка начнет работать, ведь, в общем-то, получилось, да, сделать астанинский формат в контексте решения вопросов с Сирией. Хоть как-то, но получилось, да, хоть как-то. Поэтому, ну, давайте, я только за то, чтобы он работал, и, как я думаю, большинство людей. Вот, его эффективность мы посмотрим, с вами увидимся, обсудим, потому что пока первые варианты, да, и они должны быть все-таки имплементированы не в обычные разговоры, которых, в общем-то, может быть, уже и не столь мало, а в конкретную политическую практику, в конкретные политические решения, да, вот, что после них будет, что будет. Если мы увидим, как бы, более, ну, скажем, более высокий уровень мирных переговоров, решения вопросов с военнопленными, да, вот, которые, так сказать, находятся на территории Азербайджана, вот, еще какие-то, да, вопросы, ну, с задержанными людьми, я не знаю, потому что Азербайджан не считает их военнопленными, но назовем их задержанными людьми, да, которые, вот эти гуманитарные вопросы, если будут решаться более активно, разминирование, вот, и все остальное, да, это можно только приветствовать. Говоря о нашем регионе, интересно, вот, после конфликта, как изменилось соотношение сил Россия-Турция на Южном Кавказе? Ну, здесь можно сказать, ну, конечно, Турция в каком-то контексте, ну, продемонстрировала, наверное, более сильное участие со стороны Азербайджана, да, то есть, вот, мы это видели, определенное влияние, несомненно, они получили, но это тоже, в общем-то, про это сказал президент России, Путин, что это является последствием распада Советского Союза, их суверенной политикой государства, нахождении своих большего количества союзников, вот, понятное дело, что, вот, Турция активно присутствует в экономике Грузии, да, по разным оценкам, чуть ли не до 80% экономических активов контролируется и турецкими бизнесменами, и близким, там, турецким бизнесом к нему, несложно сказать точные оценки, потому что они не являются продрачными, да, но если вы, там, бываете в Аджаре или, там, в Батуми, да, и где-то, то есть, там не является даже, с точки зрения, визуально видно, да, присутствует турецкого бизнеса, насколько это отвечает национальным интересам Грузии вопрос второй, да, вот, поэтому этот кейс, наверное, тоже очевиден, да, экономически и политически они в данном моменте усилились, в том числе, благодаря, вот, поддержке Азербайджана, ну, я не могу сказать, что, конечно, идет ущерб каким-то российским интересам, потому что совместное, вот, достижением России, это совместный российский турецкий центр, мониторинговый, который сейчас работает в Нагорном Карабахе, вот, занимается решением и наблюдением за статусом перемирия и всем остальным, вот, ну, в принципе, инициатива О3 плюс 3, она будет работать, я полагаю, что здесь необходимо общими усилиями все-таки сделать Южный Кавказ территорией мира, это сложно, сразу хочу сказать, потому что проблемы, конечно, носят характер даже не одного десятилетия, давайте сразу говорить, да, и решить их, вот, путем, наверное, наивности, что мы завтра сядем, там, три человека и плюс три человека и все решим, наверное, это сложно, но, я повторюсь, его необходимо ввести в какой-то вариант, наверное, мирного русла все-таки, когда конфликты, но не каждый конфликт имеет военное решение, наверное, мы должны показать кейс решения конфликтов мирным путем, это очень сложно, да, войной его решать, конечно, проще, наверное, да, но это не является примером, если у нас, да, то есть это очень зловоопасная практика, да, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы мы получили на Южном Кавказе как раз кейс мирного решения вопросов, в принципе, их гигантской сложности, я не хочу здесь, как бы, да, испытывать наивности, говорить о том, что этот конфликт очень просто решаем, его за 30 лет не смогла решить Минская группа, ну, предложить решение, решать его, конечно, повторюсь, необходимо Армении, Азербайджану, это их конфликт, да, Минская группа, как платформа, предлагающая разные варианты решения, но конфликт этот не носил характер, только постсоветский, да, он еще был во времена Советского Союза начат, да, и даже уходил еще в более давнюю эпоху, вот, поэтому у меня не испытываю наивности в простоте решения, но я повторюсь, что у нас есть уникальный вариант, наверное, все-таки постараться хоть как-то, но мирно решить эти вопросы, да, это сложный путь, да, он, возможно, лежит через экономическое, политическое, гуманитарное сотрудничество, вот, какой вариант это примет, мне сказать, сложно, потому что он зависит во многом от позиции населения Армении и Азербайджана. И еще вот такой вопрос, сейчас страны объединяются на основе какой-то цивилизационной общности, ну, коллективный Запад, видим, что Турция тоже высказывает какие-то амбиции нео-османской, каких-то вот таких объединений, будет ли Россия укреплять русский мир? Ну, она его, де-факто, она его фактически и так укрепляет, вы знаете, что у нас есть Россотрудничество, такая организация, которая отвечает, соответственно, называемому российскому мягкую силу, хотя этот термин, так сказать, ну, не совсем точно, может быть, отражает. Суть работы, там недавно поменялся руководитель, да, им стал внук нашего премьер-министра, тоже Примаков, тоже, да, Владимир, вот, то есть она укрепляет, ну, собственно говоря, мы можем сказать, что любая привлекательность страны, она все-таки кроется на ее экономических, гуманитарных успехах, да, вот, и на поддержке стран. Россия, кстати, являлась одним из главных доноров по вакцинам, да, на постсоветском пространстве. В России активно продвигается вот наша вакцина российская «Спутник», да, я, кстати, тремя дозами уже привит, я имею в виду, ну, бустерную, вот, то есть в этом смысле оказывает колоссальную помощь, прилетали самолеты с врачами, да, и с технологиями лечения. Это может быть значительно более действенные варианты, чем какие-то другие, может быть, варианты помощи. Россия не отказывается, вы знаете, что в России, в общем-то, вот, миротворческий контингент стоит на горном Карабахе, да, то есть он, не будем говорить, он оплачивается средствами российских налогоплательщиков, вот, то есть это колоссальная тоже работа, разграничение, да, вот, и охрана жителей на горного Карабаха сейчас, и наблюдение за режимом прекращения огня, чтобы этот мирный вопрос решился. Нет, Россия не может остаться в стороне, понятное дело, что вот такая страна, которая транслирует ценности, и нам очень важно иметь, понятное дело, партнеров, такие в том числе, как Армения. Перед нами стоят колоссальные вызовы, то есть, ну, во-первых, мы должны признавать гуманитарные вызовы, это признание итогов Второй мировой войны, да, то есть, и в этом смысле надо дать должное, что большая часть стран на постсоветском пространстве поддерживается общей концепцией, да, решения Нюрнбергского трибунала, это тоже очень важно, тоже, кстати, современные вызовы, да, которые сейчас есть, пересмотр итогов Второй мировой войны, и в этом смысле, конечно, нам важно защитить нашу общую историю и борьбу наших предков, наших дедов, да, которые еще, которые воевали с немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому я хочу сказать, что не только экономическое сотрудничество, очень широко гуманитарный фронт для работы России, конечно, формирует над продвижением русского мира, русского языка, какую-то свою политику, ну, вот, и в данный момент, я полагаю, что вот эти кадровые изменения, связанные с руссотрудничеством, да, его укрепление, вот, позволит более эффективно это делать. Андрей Геннадьевич, большое спасибо за интересное интервью. Вам спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова